Снова всем привет! Сегодня у нас на ножевой разборке нож Benchmade Cryptillion. Я помню, был на него простой обзор, но я все-таки решился сделать на него полноценную разборку, чтобы вообще показать вам, с чем нам придется иметь дело, если вы соберетесь когда-то покупать этот нож. Я покупал его еще в году в десятом, в одиннадцатом, и тогда для меня это тоже была достаточно серьезная покупка. Но сейчас бы я такие деньги просто уже на этот нож не потратил. Давайте сразу покажу, чтобы не было вопросов. Вот здесь вот была насечка, вот здесь была насечка, вот здесь была насечка и вот здесь была насечка. Я попытаюсь вот тут вот сделать, вставить фото оригинальной накладки, чтобы вам было понятно, что я изменил когда-то. Для чего изменил? Ну, мне лично не понравилось, очень сильно не понравилось. Вот эти вот насечки, которые очень сильно драли кожу и ничего реально не решали. Знаете, вот такая вот накладка, это вообще идеально, на самом деле. Ну, давайте, да, начнем все-таки. Нам понадобится фиксатор, смазка, ну, потому что все-таки буду проводить определенное еще и ТО, и набор отверток. Тут нам нужны ТО номер 6 и номер 10. Шестой и десятый. Десятый нам нужен вот здесь. О, фиксатор, фиксатор есть там, чувствуется над помощью. Еще, да, это еще старый фиксатор. Тут очень интересно. Давайте сначала открутим клипсу. Так, вот. Вот так вот. Так. 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 Если вам не интересно Смотрите как я разбираю нож Можете сразу выключить Но пожалуйста поставьте хоть какую-то оценку Этому видео Клипсочка Вот клипсочка выглядит у нас Вот так вот Я здесь уже содрал просто Краска вот она была просто покрашена Никакое там не покрытие Ничего просто краска Я содрал чтобы хоть Чуть-чуть так скажем Вид облагородить Потому что здесь она уже вся была В этом месте обшарпана И тому подобное Следующий момент Здесь очень специфично Все крепится друг к другу Короткий винтик И три длинных Для чего нужен вот этот короткий винтик Сейчас я тоже это все покажу На самом деле Посмотрим на накладку изнутри полностью Итак Вот мои общие впечатления А вот Так скажем Конструкции Количество винтов Наверное чуть-чуть чрезмерно Все-таки не нужно Ножу столько винтиков Различных Различных То есть Вот мы видим Накладочку изнутри Полностью вообще Ничем не Заполненный Пластик Давайте чуть-чуть Салфетки Сажмем Вот здесь у нас Латунные шайбочки Для Клипсы При том Если посмотрим сюда Здесь у нас Простые отверстия Для винтиков Здесь у нас Тоже есть Гаечки Для Ну Ответные гаечки Для винтиков Простые отверстия Простые отверстия Чуть поливали Так Вот И кстати Да Вот сразу же покажу Вот в этой вот зоне У нас постоянно Будет набиваться Грязь Вот мы видите Уже волос Волос какой-то Вот тут вот Постоянная грязь Вот это Мы от этого Никогда Не избавимся Чуть-чуть Вынимаем И Выталкиваем его С его винтик Так Да Вот здесь кстати Можно увидеть Что делает Вот этот вот винтик Он именно Что Крепит К себе Вот этот Лайнер Так сказать Потому что Больше Лайнер Нигде Кроме вот этого Винтика И осевого К Накладке Ничем не крепится Вот здесь Вот здесь конечно Вот этот вот еще Штифт Который Ответкой Вот в этот Вот в это отверстие Идет Но Больше Все Вот называется Да Есть определенные Удобства Кстати говоря Но Опять же Вот этих Вот винтов Можно Тут Столько винтов Их можно было Избежать Допустим А вот этот Не нужен был Вот этот Вот можно Заменить Вот сюда Поставить Нормальный Штифт Ну Осевой Так скажем Ну Не осевой Господи Нормальную Втулочку И Винтик Вот так вот Чтоб проходил Прямо через это Дело Все Чтоб здесь Вот был Один винт Тут вот Не знаю Нужен Нет Ну Опять же Тут вот Черт его знает Ну Вот можно было Двумя винтами Обойтись Вместо четырех Извините меня Ребята Опять же Это конечно Мое Абсолютно Сугубо Личное Мнение Так Давайте Их отложим Пока Накладочки Все в грязи Все в грязи Ребят Если вы не готовы Копаться Раз Три Раз в месяц В киш В ноже Почищай его Именно что Потому что промывка Это не убирается То пожалуйста Аксис лок Не только Самый Удобный По моему мнению Замок Но и Он обладает Достаточно Высокими Прочностными Характеристиками В сочетании С Достаточно Высокой Безопасностью Для Рук Владельца Потому что Когда мы Открываем Нож Пальцы У нас Ни в коем Случай Не проходят По Траектории Движения Ножа Что Абсолютно Невозможно При Наличии Лайнерлока Или Преймлока Преймлок Достаточно Мощный Замок И он Действительно Серьезный Замочек Но Вот этот Но у него Есть вот этот Недостаток Так Разделяем Половинки И Видим Что у нас Тут внутри Ну тоже Давайте Все это Потрел Так Так вот кстати еще один можно сказать недостаток конструкции ну или определенное преимущество вот эти вот накладочки у нас абсолютно идентичны и если у нас вот тут под сотрется чуть сильнее чем нужно мы спокойно можем накладки перевернуть эти штифты у нас тоже достаются спокойно и получить практически новую новые лайнеры что конечно тоже очень приятно давайте все это назад действительно соберем сейчас быстренько так это у нас с этой стороны вот так и вот так да называется так и вот так вот все вот в принципе блок этого аксиса готов то есть какого в принципе действие вообще аксиса вот этот вот штифтик отодвигается давайте так вот эти пружинки его поджимают в принципе он работает и при наличии одной только одной пружины но лучше все таки чтобы их было две и и что происходит вообще в этот момент у клинка давайте клиночек почистим тоже так клиночек клиночек в относительном порядке так и вот и штифт аксиса заходя вот на это вот площадочку зажимается зажимать его клинок между собой и осевым узлом мы видим здесь вот все гладенько да ну что штифт аксиса полностью проходит вот по этой зоне поэтому вот она наиболее выработана выработка идет вот в этой зоне вот в этой вот очень хорош хорошая выработка идет опять же сему много пользоваться по самому клиночку ну вот лично мне нравится единственное что если вы видели керша термит я бы вот сделал что-то подобное и здесь потому что кончик ну очень тоненький очень тоненький давайте показать кончик чрезвычайно тоненький и что-то более или менее серьезно с ним делать страшно страшно очень страшно так видим у нас шайба уже чуть с ними случилось не знаю но на удивление вот эти шайбы бронзовые они вот единственная на всех вот моих ножах которые так умудряются темнеть это наверное это действительно настоящая бронда или какое-то тут покрытие видите называется такое ощущение что здесь у нас не масляное покрытие а нет это масляное покрытие такое вот у нее было мы сейчас его сняли тихо ну шайбочки кстати говоря тоже были не самые лучшие когда я их первый раз увидел ну что здесь вот был небольшой заусенчик пришлось его тоже убирать ну да это тоже все фигня так теперь нужно все это назад поставить давайте так раз так и два сейчас пойдем тихонечку все это дело ставить так давайте вот так отпустим чуть-чуть чтобы можно было легче его и поднять так клинок так сейчас тихонечка так давайте сделаем так сказать небольшой вход конем так постепенно насаживая вот вот единственно это вот единственный недостаток серьезный у этой конструкции это то что вот приходится вот такие вот извращения делать для того чтобы собрать нож это вот и происходит из-за вот этого вот винтика как бы можно было собрать и все это дело просто вокруг них вокруг осевого и вокруг осевого и клинка так снова поднимаем так ну ка вот все прошли так аккуратненько и вставили на место вот так вот вот мы видим все эти трудности что-то я тут не заметил называется так снова надеваем накладку скручиваем пинт крепящий накладки так 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 длинные тут к счастью нет вот таких вот скажем винтиков которые которые были бы практически одного одной длины но не подходили бы в отверстия ну так скажем для задач похожих винтиков так сказать все винты винты здесь имеют четкую длину четкое распределение по длине и это очень хорошо так вот в принципе почти все осталось чуть-чуть сейчас поработать с осевым и можно будет собирать назад все это дело чуть-чуть поработали сейчас еще чуть-чуть поработаем вот видите называется что у нас здесь с осевым творится куча всякого мусора давайте мы его сначала уберем грубо ногтем так сказать так и сейчас тихонечко пройдемся еще раз вот таким вот образом чистим осевой винт ну пожалуйста сколько грязи от него не есть конечно вычистил но более или менее забыли мы кое-что сделать да очень важная вещь а именно фиксатор тихонько легонько немного синего фиксатора опа сейчас вот буквально ой ой переборщил надеюсь пойдет чуть вот так вот вот красиво так теперь тихонечко выравниваем клинок тихонечко а все по-моему мы почти добрались до того длины тихо тихо ну да точно вот я пытаюсь не смазанные детали заставить работать как смазанная тихонечко сначала да сначала тихо 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 вот так вот чуть чуть поработать вот Вот, всё, и вот этого нам вполне хватит. Всё, в принципе сейчас чуть-чуть вытрем, убираем, осталось только вкрутить клипсу. Так, так как у нас тут ничего сверх таких, ну, нагрузок никаких не будет выкручивающих, поэтому я вообще всю остальную рукоять оставляю без фиксатора. Подтягиваем тихонечко все винты. Всё, в принципе да, мы закончили. Единственное сейчас, наверное, ещё хотел показать, так скажем, для того, чтобы вы понимали, что вы покупаете, если вы всё-таки соберётесь покупать это, как у нас прилегает клипса. Я вам скажу так, это примерно кажется, что она прилегает на несколько этих пыршек. на самом деле она касается исключительно одной. Как-то бы показать, ну да, ну видно там одна-две кармана, то у вас будет рвать нещадно. Хотя, в принципе, сама насечка не такая уж и жёсткая. Достаточно округленькие вершины, но всё равно. Неудобство с техническим обслуживанием – фигня. Насечки – фигня, потому что исправляется за 5 минут с помощью надфиля. Неровность половинок рукояти, и они, кстати, да, вот конкретно здесь, они выплавлены чуть-чуть не одинаково, то есть вот, сейчас скажу, вот эта вот половинка уходит чуть-чуть вперёд от этой. Ну-ка, что у нас тут? Ну, нет четырёхпозиционного, четырёхпозиционной клипсы – фигня. Есть две позиции, которых абсолютно достаточно, на мой взгляд. Но вот это вот само прилегание, честно сказать, сама клипса – это вообще, я не знаю, песня, а не клипса, на самом деле. Более утилитарной клипсы сложно придумать, ну, честно сказать, более лаконичной клипсы сложно придумать. И нож такой лаконичный такой, ничего лишнего нету. Нож, ничего лишнего. Вот то, как она прилегает – это уже совершенно отдельная история. и в этом ноже это самый большой косяк. А у меня всё. Всем спасибо. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Всем удачи. Всем пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok